Какие у вас предполагаются сейчас лекции в Переславле? В два часа дня будет лекция аукционы, моделирование аукционов математическая, теория игр. Вторая будет премьерой. Она называется «Мои любимые олимпиадные задачи». Пару историй будет прямо из практики. Отец Пантелеймон, настоятель Святого Троицкого Данилова монастыря в Переславле, земля русской святости. Математика, как мне кажется, она заставляет человека быть очень честным с собой. Вот два чувака А и Б, и каждый утверждает, что он круче другого. Но если ты С, и ты выше их обоих, ты видишь, кто из них на самом деле синие. А если ты Д, который под ними, для тебя они просто два друг с другом спорящих самца, альфа-самца. И все. И как бы, так потом не обижайтесь, потому что, может быть, кто-то обидится. Добрый день, Алексей. Очень рад приветствовать вас в Переславле. Приветствую. Отец Пантелеймон, спасибо огромное за приглашение. Да. Я прошу прощения, что подтяжки не видны. Прохладно мне немножко. А мы всегда в подтяжке, да? Обычно, да. Все видят меня в подтяжках, спрашивают, когда я без подтяжек. А ты что, без подтяжек? А где же этот, как сказать, как это называется? Фирменный знак? Ну, что-то такое, да. Типа, да, я изменяю своему облику. Ну, на самом деле, во-первых, летом я без подтяжек всегда. Потому что летом, ну, там, шорты или легкие штаны, они не спадают. А зимой, ну, вот сейчас они под этим сам. Ну, и вообще, как бы, без подтяжек и без подтяжек. Правда, ничего страшного. Ну, мне немножко проще. Нет, зимой и летом одним цветом. Про такие подтяжки никому не буду рассказывать. Вот, расскажите про то, какие у вас предполагаются сейчас лекции в Переславле. А, да, значит, в Переславле будет в 2 часа дня будет лекция аукционы, моделирование аукционов математическое. Спрок теории игр. Ну, там пару историй будет, да, пару историй будет прямо из практики. История или практика? Нет, то, что мы не будем продавать, нет, ничего. Ну, вообще, один раз, один раз в жизни я пошел на рисковое действие. Это когда книга «Математика для гуманитариев» вышла в шорт-лист, в короткий список премии «Просветитель». И нас звали все… Оттуда я про него и узнал, в первую очередь. А, вот. И нас всех, вот, восьмерых звали все время выступать в разных местах, на разных площадках. И одна площадка, Некрасовская библиотека на Бауманской, она сказала, нам бы что-нибудь особенное, не просто лекция, что-нибудь особенное. Я говорю, ну, хотите, я устрою веселый аукцион? Ну, как бы, так потом не обижайтесь, потому что, может быть, кто-то обидится. Ну, давайте, да, устроим. Ну, я после лекции, значит, я сказал, что у меня здесь книг, вот столько же, сколько здесь людей, или даже больше. И каждый может получить книгу, но для этого давайте сделаем следующее. Каждый в конверт положит сколько-то денег. И кто больше всех положит, ну, во-первых, все, кто положит деньги и сдадут в конверт, независимо от того, даже если рубль бросят, да, получат книгу в подарок. А кто больше всех положит в конверт, тот получит бесплатный урок от Саватеева для своего ребенка по-математике, полуторачасовой. Вот такой аукцион. Я говорю, ну, не обижайтесь, я вообще сам, как бы, небольшой фанат вот всяких таких ходов рекламных и прочего, да, но в качестве прикола просто решил один раз это сделать. Собрали 30 тысяч. Причем вот таких совсем уж мелких денег, чтобы вот меньше 100 рублей, 100 рублей, вот у мягкой обложки там себестоимость 100 рублей. А сколько книжек было, сколько там было? Ну, там было, соответственно, 110 человек, 90 книжек ушло, 20 человек не стали участвовать совсем. А 90 сдали конверт, и в нескольких конвертах было там 10 рублей, 50 рублей, но там в 70 конвертах было больше сотни, то есть 70 конвертов было просто, как бы, ну, натурально выше себестоимости, и в самом большом был 5 тысяч. Но там не совсем деньги, дело в том, что у многих людей сейчас нет денег физических, вот, ну, поэтому они писали телефон, номер телефона и посылали, переводили деньгу на счет. И там написано, что вот такого-то, такого-то, но это неважно все равно. Вот, и человек, который вот 5 тысяч перевел, он получил урок. Ну, вот два человека перевели 2 тысячи, и, соответственно, наверное, им было немножко обидно, а может и нет, кто знает. Ну, вроде никто не обиделся так вот. По залу было видно, что всем весело участвовать. А вторая лекция какая у вас будет в Переславле? А вторая будет премьерой. Она называется «Мои любимые олимпиадные задачи». Часть сюжетов есть в старых каких-то моих лекциях. «Волшебная школьная геометрия», «Математика вокруг нас». А два или три сюжета будут совершенно новыми и очень сложными. Это олимпиадные задачи, которые… А, ну на канале, может быть, какие-то из них где-то были разобраны когда-то давно. И то, может быть, на предыдущем канале. В общем, лекция, на самом деле, сегодня, как вот большая лекция, она будет премьерная. То есть Переславль получает премьеру, поэтому мы будем заснимать. Я думаю, что Переславль достойно. Как следует. Да, я тоже надеюсь, да. Я такие сюжеты подобрал. Самая сложная задача, которую мы разберем, это вообще… Ну, это претендент на самую сложную задачу в истории Всемирных олимпиад математики. 1988 год. Задача такая. Рассмотрим два целых положительных числа, ну, натуральных, А и Б. И известно, что А квадрат плюс Б квадрат нацело делится на АБ плюс один. Ну, вот такая информация известна. Доказать, что результат деления будет точным квадратом. Ну, хорошо, надо тут бумажечкой решать. Как будто задачу для восьмого класса в какой-то момент в интернете, в мой канал. Я как дурак решал ее там три часа подряд. Нифига не решил вообще. Ну, и говорю, слушайте, ну, совсем меня в тираж надо отправлять, если я задачу для восьмого класса не решаю. И тут там приходит Сережка Маркелов и говорит, Лех, тебя просто тут надули как следует. Да, это самая сложная из всех задач, которые когда-либо давали на Межнаре. Ее решил 11 человек в мире. Ну, при всем уважении, как бы ничего страшного, что ты ее решил за пару-тройку часов. Вот, так что, да, и решение там совершенно неожиданное. Когда его передаешь, оно не очень длинное. Но как до него, в принципе, возможно догадаться, понять, я не в состоянии. То есть я даже, я не могу его даже запомнить. Я его разбирал полгода назад полностью. Я решил, что теперь я точно могу его вот ночью, раз будешь, я расскажу. Вчера я стал готовиться к лекции, понял, что я его не помню. В ужасе понял. Просил жену вечером распечатывать решение. Брал его с собой, сейчас в машине его снова пробегал. В общем, это, это, это самое потрясающее мистическое, я бы сказал, задача в математике, вот, которую я знаю. Прямо мистическое, мистическое. Ну, прям мистическое, да. Вот она, в ней реально есть мистика. То есть приемы, ну, приемы очевидны, но они не выдерживаются головой. Они противоестественны для нашего восприятия. Вот, ну, как бы, матан, он весь, ну, нарисован, все, что нарисовано, все формализовано, все видно и очевидно, да. Ну, как у правил действия с производными, все это можно увидеть. Алгебра чуть сложнее, но там, когда ты находишь вкус, когда у тебя уже идет вот это обращение, там, всякие гомоморфизмы, законы, там, что вот одна операция в другую переходит, ты чувствуешь уже нить, в принципе, ты, как бы, можешь понимать тексты быстро. А вот решение этой задачи непонятно, какие вот области головного мозга вообще затрагивает, вот как оно вообще может существовать. Но оно формально совершенно непротиворечивое доказательство полностью вот. Ну, вот как раз про это и больше всего хотелось поговорить, про как раз такой феномен, да, ну, открытие в математике, да, вот, потому что, наверное, это, это то ради, ну, то, тот наркотик, не наркотик, тот основной пункт, ради которого, наверное, и вам хотелось, хочется заниматься, и мне, ну, и меня тоже математика, конечно, не отпускает какие-то, как Лею сказал, Математические глядинцы тоже иногда мозг и подкармливая какими-то головоломками, и вот попытаться понять, ну, действительно, какого рода это, там, мистика, не мистика, вот, что происходит, когда ты вдруг видишь решение. Да, да. Вот, ну, расскажите про свой, вот, какие-то вот такие эти штуки, на которые там бьешься, 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 да, и вот, что чувствуете? Когда она открывается? Для меня это, для меня, я сказал это отцу Андрею Ткачеву, одно из пяти непосредственных, очевиднейших свидетельств Бога, просто, вот, в математике, но я не говорю слово доказательство, потому что мы, доказательство мы употребляем в математике, ну, вполне конкретном виде, да, это рассуждение, из которого любому человеку, который в него въехал, ну, будет что-то ясное, там, то, что выводится, любой человек, доказательство это мы передаем. Да, математика такая наука, где мы можем взять коробочку понимания и передать его другому человеку, он может взять, открыть и понимать то же самое, что мы. Ни в каких других областях знания этого нет. Вот эта коробочка понимания, она тает в процессе передачи. Вот берем там, как бы, историю, да, вот мне, мне, я, я историк, допустим, я историк, я прекрасно понимаю, там, что происходило в некоторую эпоху, и почему полная чушь и профанация, там, некоторые рассуждения про эту эпоху, да, я беру эту коробочку и передаю, да, вам передаю ее, вы открываете, и там ничего нет. На словах очевидно, что у меня случается затык. Да, да, потому что для меня это абсолютно неочевидно. Ну, неочевидно, мы не знаем эпохи, даже в биологии и схеме такая же штука. Да. Ну, там просто дело в чем. Что делают биологи, они оперируют к эксперимену, ну, как бы, есть, вот наши коробочки, там все честно, там по чесноку, там ты открываешь, и просто написано математически строгое рассуждение, убеждающее мозг напрямую и на сто процентов. У биологов, химиков и физиков разные степени вот размывания вот этого, то есть, как бы, у биологов уже все размыто совсем, у химиков размыто наполовину, у физиков еще все более-менее четко, за счет того, что в физике возможно показать сто раз подряд один и тот же опыт. В отличие от биологии точно. Ну, от биологии точно. Я прямо, я уже даже не говорю про историю, там, экономику, ну, понятно, да, то есть, как бы, что происходит? Реально, вот. Что такое знание? Что вообще такое знание? То, что, как бы, эти вот люди, особенно биологи, больше всего, вот не математики, да, а биологи больше всего, я вообще терпеть их не могу. Вот у меня есть такая, у меня есть категория лиц, которых я очень не люблю, это биологи. Вот просто как класс, то есть, классовая, у меня есть классовая нелюбовь, ну, это не ненависть, то, что, ну, в Пущино никогда не поедете. Не достойно, а? В Пущино никогда не поедете? Я сто раз там был. Она же там и выросла. Ну, как бы... Та биологи, которую вы не любите? Ну, выросло вот это вот ощущение от биологов, как от целого класса лиц, которые мне в лучшем случае непонятны, как они существуют, да, но я еще могу понять, там, математические биологи, я понимаю, что делают. Вот, ну, то же, что мат-экономисты, математическая биология, математическая экономика, это морская свинка, ни к морю, ни к свинье отношения не имеющие. Но это хоть можно понять, там все честно, там рассуждения, тоже теоремы, формулы. Когда есть модель, все как бы честно, просто непонятно имеет ли отношение к знанию как таковому в данной науке. Что такое математическая модель в экономике? Это некоторый кусок математики, в котором мы уверены, который честно передается из рук в руки вот по принципу этого чемоданчика, но который, по мнению большинства экономистов-практиков, не имеет отношения к знанию и пониманию в области экономики, как области знания. А приходят там биологи, физики и химики... Нет, чтобы вы не подумали, у меня очень хорошие друзья в Пуще. Один просто есть товарищ вообще, с которым я очень много раз ездил, там мы с ним не в монастыре, будь сказано, особенно не в монастыре, где сухой закон. Много чего там вместе проводили вечера не очень, не очень, да, не очень постным образом. Как водка постный продукт, но последствия не постные, да. Вот, ну в общем, у меня есть очень хорошие друзья-биологи, и разумеется, к ним мое общее правило не относится. То есть, вот как бы правило всегда имеет исключение, всегда, да. Даже самый какой-нибудь закоренелый страшный антисемит, всегда у него есть какой-нибудь друг, там, Изя, которого он очень любит, да, и спрячет под кроватью, если будет погром. Но то же самое, как бы, я даже биологов некоторых я спрячу под кроватью, если начнутся на них гонения, да. Но как бы сейчас, наоборот, кажется, что это они будут устраивать гонения на всех подряд. Потому что они настолько агрессивные, бога нет, какой там бог, все, эволюция у них объясняется, да, там, все, что не видно, чего и нету. Корабль плывет по законам физики, капитана у него нету. Где вы видели капитана Алексея? Ты же не поднимался на верхнюю палубу, капитана у корабля нет. Он идет по законам физики по морю, да. Ну, это такое типичное рассуждение биолога. И вот это вот такое совершенное невежество в стадии агрессии. Ну, слава тебе, господи, это еще не столетняя давность, когда все разрушали, всех убивали. Но это уже как бы шажок туда, это шажок в ту сторону. Материалисты, атеисты, биологи, это вот такие три слова очень рядом живущие. Ну и у биологов, как бы, поэтому, когда ваш мозг очень сильно агрессивно настроен в какую-то сторону, да, то есть, когда у него появляется идеологический вектор, ему сразу нужно меньше доказательств. В математике нет идеологических векторов. Либо рассуждение формально верное, либо нет. Не может быть так, что в математике кто-то идеологически больше сочувствует гипотезе N равно NP, NP не равно NP, и ему нужны меньшие доказательства, чтобы в нее поверить, а другим больше, да. Математики это, ну, абсурдные слова, они ничего не означают, да, но вот перед текстом все равны. И в этом как бы, поэтому, кстати, среди математиков гораздо больше верующих, потому что они это отслеживают, они видят вот эти вот идеологические вектора в других науках понаставленные. А во всех других науках вот везде торчат какие-то вот такие вот, как бы, направления намагниченности, в направлении которых людям сразу все очевидно и доказательств не надо. Ну вот, сразу же очевидно, что мы превращают обезьяны. Ну, у нас же четыре конечности, и у обезьяны четыре. Ну, что, Алексей, ты споришь? Эволюция остальное все доказала. Ну, и как бы, так как там никаких доказательств нет, то есть это полный обман, но они его не видят. Они же обмана не видят, они же, как бы, у них же... Ну, человек хочет обманываться. Да, вот в том-то и дело, да, вот биологи очень хотят обманываться. Хорошо, идем к физикам. Физика честнее, потому что она не любит рассуждать про что-то, что не проверено тысячу раз. Но если мы вместе наблюдаем падение камня и замеряем ускорение, ну, скорость, ускорение, все параметры. Но если не будет очень сильного ветра, у нас будут очень похожие результаты. И в этом плане физика, в каком-то смысле физика, это единственная настоящая экспериментальная наука. То есть наука, в которой знание получается путем повторяющегося надежного эксперимента. Который мы можем проверить. Аскетик туда присоединил. Аскетика тоже, да? Ну, это очень интересно, это вот я бы не знаю. Ну, на самом деле, ну, как раз мне... Да, для меня тоже, вот, там, по жизни было важно, то есть, почему математика для меня важна. Ну, не знаю, там, да, вкратце биографию свою, то, что... Расскажите, потому что, на самом деле, мы же даже не представились, да, начиная... Это же, как, я не спросил, это на ваш канал или на мой пойдет? У меня пока нет своего канала. А, ну, тогда, наверное, на мой. Да, на ваш канал. А тогда нужно представить. Отец Пантелеймон, настоятель... Свято-Троицкого Даниилова монастыря в Переславле. В образовании у меня Мехмат МГУ, потом Московское духовное семинарие, Московская духовная академия, кандидат в богословие. Вот, и, да, и любовь к математике, она с детства и никуда не делась. А если вы кандидат в богословие, значит, вы в какой-то момент защищали диссертацию по богословию? В реальности, это была бы диссертация по текстологии. Понял. Потому что я помню, там, они все это самое... Слюной брызгали, что какая-то диссертация впервые защищена по теологии, да? Ну, это докторская была защищена, ну, это как раз вот это было тоже важное событие. Не, ну вот у меня был такой математический подход. Мы берем разные издания «Апостола», начиная от Ивана Федорова и позже, смотрим разночтения, и, собственно, исходя из этих разночтений, понимаем, что вот эти издания группируются так, эти издания группируются сяк, смотрим на географию, потому что, возможно, какие-то были вот такие-то влияния туда и сюда. Вот, собственно, строится это дерево, ну, не дерево, стема, влияние друг на дружку издания. Интересные штуки там появляются, вот как раз такие, ну, как раз смотреть на отпечатки. И вот такие текстологические исследования и любовь к математике для филологов, тоже она издавна, и, собственно, да, у нас с вами, получается, очень много общих пунктов, да? Общие пункты – это мехмат, у вас 57-я, у меня 67-я школа. Да. Вот, и, собственно, чтение, да, курсов математики для филологов я читал в Красноярской летней школе. Куда я тоже очень много раз ездил. Привет Мише Садовскому и всем нашим друзьям. Да, да, и просто мы немножечко там разошлись по времени. Когда вы туда ездили, я уже ушел в монастырь. И как раз, ну, тоже очень важен был опыт для меня чтения математики для филологов. И, как мне кажется, результат был очень правильный, потому что одна девочка подошла, потом сказала, что я всегда боялась математики, считала ее каким-то страшным зверем, но все это не для меня. А теперь я попробовала, поняла, что это все возможно. Зверь ласковый. Да, зверь ласковый, да, зверь ласковый, и вполне можно его приручить. И когда он приручен, это совершенно такой потрясающий зверь, такой белый единорог. Да, да. Вот, она таких слов не говорила, да, но вот, по сути, было такое. И, действительно, для нее это был такой прорыв в такую зону понимания. Да, вот что-то казалось совсем непонятным. Это моя миссия главной жизни, на самом деле. Вот, ну и как раз, я не знаю, вот с людьми. Вот такой прорыв, да, в зону понимания, конечно, это, он, да, является таким свидетельством бытия Божия. Таким, в какой-то момент. Ты не понимал, а ты вдруг понял. Да, и вдобавок, ты... Еще фишка в том, что... Откуда-то приходит. В том, что, да, то, что... И здесь этого не было. Ну, то есть, это как бы, вот, что очевидно, это откуда-то извне, это трансцендентное. Ну, как бы, тут нет строгого доказательства, да? Потому что мне, когда я писал свою дипломную работу на мехмате, была такая история, что вот, ну, какой-то задачкой я бился-бился-бился, вот, подходи, там, ночами на дне сидел, а потом, вот, решение пришло в тот момент, когда я над задачкой не думал. И это вот такое удивительное ощущение, да, что вот, ну, да, как будто ты стоишь под дверью, стучишь. И она открывается. Нет, стучишь, молчок, да, стучишь, ну, вот, отходишь, пожимаешь ключами, да, собираешься уходить, тут тебе дверь открывают. И ты находишься в недоумении, отчасти ты находишься в недоумении, а с какого перепугу под этим решением я должен ставить свое имя? Да, правильно, правильно, я всегда смеюсь над этим самым, над этими авторскими правами, меня даже попросила, это самое, Александр, кажется, Саилбакян выступит, там, у них кибер-ленинг, а так называемая, ну, там, призыв о том, что, вообще, ну, все выкладывать в открытый доступ, я сказал, Ну, конечно, там, Ленин тут ни при чем, но, конечно, нужно, потому что это же все Бог нам дал, почему это наше авторство стоит-то, это, Бог через нас это привел в мир, так что, ты возьми и поделись со всеми, выложи в интернет, все дела. Ну, да, ну, вот, вот это вот, к сожалению, эта этика, наша математическая этика все открыть и показать, у биологов совершенно другая, у них там, у биологов, там, у медицинских науках, ничего, все закрыто, Это, пойдем, там, вот, там идут споры, там, про то или иное, про лекарства, там, про, ну, ужасный холивар, огромный, я у него в результате, там, вынужден был просто включиться. Когда речь идет о том, какие лекарства действуют, какие нет, все время идет ссылка на статьи, которые надо добывать за деньги всегда, или выпрашивать у кого-то, у кого есть доступ, там, то есть, это как, какая-то вообще жесть, ну, как же это можно-то, ребята, вы, вы получили знания, вы поделитесь им с остальными-то, но, вот, нет, 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 только математики, ну, физики, наверное, тоже нормально. Ну, да, ну, да, ну, собственно, интернет тоже, вот, возник, там, благодаря тому, что физики друг с дружками хотели делиться и результаты своих экспериментов. Ну, в общем, да, я бы сказал, что чем дальше наука, вообще, чем дальше область знания от того, чем люди готовы делиться в открытую, тем ближе она просто к шарлатанству, на самом деле, ну, вот, на мой взгляд, ну, к чему-то такому. То есть, вы сторонник open source во всем? Да, конечно, 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 знание, 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 это open source, ну, другое дело, там, человек, ну, я не осуждаю описание, писателей, которые закрывают свои книги и продают их, не осуждаю, ну, потому что кто я такой, чтобы их осуждать, да, но это, как бы, это скорее просто уже интеллектуальный продукт, а знание, которое мы получили, ну, знание, да, ну, вот, видимо, биологи относятся к знанию как к интеллектуальному продукту. Я думаю, что тут еще штука, штука тут такая, что, вот эти, вспомнился Дональд Кнут, с его, он выложил исходный код своего техбука, однако для того, чтобы скомпилировать этот техбука, получить из нее книжку, надо знать тех. Ну, то есть, это такой получается очень хитрый, изящный код, да, призывать всех очень. Как раз, да, с одной стороны, ты делишься знаниями, а с другой стороны, да, ты абсолютно открыт, и тебя можно перепроверить. С другой стороны, вот, для того, чтобы войти в эту входную билет, да, входной билет интеллектуальный довольно дорого стоит. Очень хорошо, это прекрасно, вот это, ну, молочино. Да, ну, на самом деле, вот, как мне кажется, нужно много проводить таких, да, по аскетику, ну, да, понятное дело, это моя область профессионального интереса, и про аскетику, мне кажется, много можно проводить, много параллелей с математикой. То есть, можно много раз поставить эксперимент, а аскетика – это ограничение себя в определенных вещах, правильно? Да, в следующем случае, да, вот это, там, вся совокупность тех, ну, там, благочестивых упражнений, которые специфичны, ну, там, которые типичны, в первую очередь, там, для монахов, но и для мирян, которыми, вот, мы пытаемся, то, что говорил преподобный Сарфим Саровский, да, стяжать благодать Святого Духа, да, такая, вот, как раз здесь есть много житий, да, которые говорят о том, вот, о тех великих чудотворениях, которые те или иные преподобные совершали, вот, а есть и жизнеописания, в которых прописывается, или вот, как раз, описание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, который говорит, что мы здесь не для того, чтобы, мы эту книгу пишем не для того, чтобы людей удивить, а для того, чтобы показать им тот путь, которым можно подняться, да, и, собственно, там, Лествица преподобного Иоанна Лествичника. Такой очень сложный трактат, но как раз он показывает, вот, эти ступенечки, по которым можно потихонечку двигаться. И для меня самого, вот, в какой-то момент, да, когда я выцерковлял свою, еще учащийся в университете, для меня был, например, непонятен, ну, пост, зачем он нужен, вот, и, исходя из, ну, своего непонимания, да, пишем, окей, давайте поставим, попробуем, да, попробуем. Соответственно, если сработало, да, какое-то получаешь новое ощущение, как раз новое понимание, новое понимание себя, ты начинаешь лучше понимать, чего Бог от тебя хочет, какой-то, ну, получается, вот, да, ну, оттачиваешь свой инструментарий общения с Богом и с людьми. И если ты, поставив этот эксперимент, убеждаешься в том, что, да, вот в этой книжке этот эксперимент описан правильно, описан точно, да, я вот его повторил, соответственно, у тебя появляется доверие вот этим источникам, и ты понимаешь, что, вот, говорят, что нужно еще делать то, то и то, ну, хорошо, попробуем. Соответственно, начинаешь эти штуки пробовать, и математика, как мне кажется, она вот заставляет человека быть очень честным с собой, по крайней мере, ну, не то, что заставляет, нас ничто не может заставить, она подталкивает, да, вот она какую-то сформирует такую модель взаимодействия и с самим собой, и с окружающим миром, да, то, что ответ ты должен получить вот цепочкой правильных действий, и ответ этот, соответственно, получится тоже правильно, да, можно... Ну, там есть подводные камни, ну, я потом о них скажу, да. Да, вот можно, конечно, пытаться где-то заглянуть в конец учебника, подсмотреть ответ, да, и сказать, где-то попытаться мухлевать, но мне кажется, что эти штуки, они, ну, вот, не, все же не типичны для математика, хотя легко можно себе предположить, что, ну, человек может также и разделять, да, сферу своей профессиональной математической деятельности и сферу своей жизни просто как вот социального животного, да, потому что вот книжка, которую, да, вчера по телефону я упомянул, которую тоже как-то немножечко читали, Александр Гортенди, «К урожай и посевы», тоже удивительный, конечно, математик, который, ну, это тоже такая огромная тема, математика и монашество, да, вот люди, которые ради занятия наукой вот уходят от такого социума, Гортенди же последние годы... Он возражал против финансирования науки военными? Ну, вот, нет, меня интересует тема такая, что вот он ушел из математического сообщества, да, жил в горах и занимался вот математическим творчеством самостоятельно просто в стол, и вот у него книжка важная, в которой он описывает в том числе и свои претензии к математике, да, что математика, она для него была вот таким демонстрированием фокусов, да, без того, чтобы показать, как к этим решениям можно прийти, вот без такого, без человеческого фактора. А, да. А с другой стороны, вот у него были эти претензии, собственно, к самому человеческому фактору, в математическом сообществе, что там были свои группировки, которые кого-то пускали, кого-то не пускали, и вот такие склоки, которые, вот, показались вот ниже достоинства человека или ниже достоинства математика, из-за которых он, собственно, порвал общение с этим сообществом. Вот эти проблемы, они, конечно, вот наверняка и были, и будут. В математике есть две, значит, вот два подводных камня, которые связаны с честностью, все-таки, вот нужно оговорки две сделать. То есть, математик, действительно, ну, как бы, вот мы обсуждали, да, что вот здесь все честно, здесь не предвзято, вот ты проверил доказательство, оно верное, или оно оказалось неверным. Но, значит, два момента, которые я хотел бы сказать, что, во-первых, выбор темы для исследования научного в математике, вот это уже вкусовщина начинается, и там начинаются такие же клубы, и вот эти считают, что вот этими задачами надо заниматься, эти, что другими, эти считают этих, там, ну, не шарлатанами, но, как бы это сказать, низкопробными, ну, кем-то низкопробным вот эти вот задачи, они, ну, это низкопробие для нас, мы выше этих задач, вот мы занимаемся вот этими задачами. И вот такой эффект, безусловно, на математике есть. И тут такая, ну как и везде, вот здесь математика совершенно едина с остальными областями знания. Я специально не употребляю слово наука, потому что я за последние пять лет полностью перестал понимать, что такое наука. Я говорю об областях знания. Знания, в отличие от кулинарии, это что-то, что накоплено, ну грубо говоря, вот что такое знание? Это где есть там 20 согласно с друг с другом людей, бескорыстно согласно с друг с другом, не потому что они извлекают из этого какую-то выгоду, там 20 людей согласных продолжать задуривание человечества, продавая какое-нибудь лекарство, это не знание. А 20 честных мужей, ученых, которые, ну вот, честно перед собой, перед Богом, перед людьми, и между собой о чем-то, о какой-то системе понимания согласились, вот эту систему понимания надо называть знанием и заводить на нее диссертационный совет вот как раз из этих людей. То есть это совершенно нормально, почему я вот, я, честно говоря, был в бешенстве, когда я прочел вот эту вот статью в ТРВ, про то, что там диссер по теологии и его всемирно-историческое значение, где он там, ну журналюга, ну ни в чем, ничего не понимающий, просто, ну понятно, льет грязь. Ну и вот, как бы, все, что он написал про теологию, все, все возражения полностью подходят под экономику, под историю, то есть, ну как бы, вот, там тоже нет науки с повторяющимся экспериментом. Его нельзя поставить прямо сейчас, сегодня здесь. И все, и точка, то есть, ну либо давайте, да, идите до конца и говорите, что вообще мы не пользуемся никаким знанием, полученным иначе, чем эксперимент. Есть такие, да, у меня время от времени в моем ютубе, канале появляются граждане, которые заявляют, бог экспериментально не проверен, значит его нет. Ну австралия-то, а то же нет. Значит его нет, понятно, да, то есть, как бы, для них, эти люди, это, как бы, они не замечают, да, что они принимают некоторую позицию сразу, как верную, и предлагают нам ее опровергнуть. Ну, что нормальный человек должен сказать, допустим, вот нормальный человек, не было у него никогда посещения бога, ну, ну, не задумывался, да, он говорит, я не знаю, есть ли бог, ну, какие-то люди, что это в каких-то высших началах, я ничего про это не знаю, да, Алексей, ну, со мной бессмысленно об этом говорить, я не в теме, без проблем, я никогда не буду его оскорблять. Ну, вот, когда появляется вот такой вот, как бы, воинствующий атеист, именно верующий в отсутствие бога, прости, господи, все время хочется его обидеть, я не знаю, что с этим делать. Ну, этим ему не поможешь. Не поможем, делаю этим никак, он только еще хуже будет думать о нас, да, я понимаю. Не знаю, как бы, вот как быть с такими, ну, с людьми, которые вот взяли эту позицию, ну, и на ней живут, непонятно, что делать. Я пас, я не знаю, и они же постоянно ко мне в канал залезают, они меня бесят, а я знаю, что это очень плохое чувство. Я призываю, я грозно обещаю их банить, там, раз за разом обещаю банить, но всех не забанишь, все равно и там, и там. А новые подписчики вылезают иногда и начинают то же самое, да, то есть, кошмар, я не знаю, что делать. Ну, в конце концов, вы их, наверное, тоже немножко троллите. Ну, конечно, перед ними сидит математик, да, которого они уважают как математика, который явно лучше них знает математику на две головы. И заявляют им в лицо, что там, что он верит в Бога, каким-то еще таким вот холиварным моментом противоположен всемирно правильными точки зрения. Ну, понятно, да, я их бешу тоже, естественно, это понятно. И они пытаются представлять себе, что вот есть такие ученые, которые в одних областях умны, а в остальных они очень глупы. То есть, они создают конструкт, в котором будет объяснено это явление. Ну, вот мы все пытаемся как раз создавать конструкт, объясняющие явления. Я, честно говоря, я бы очень хотел, я бы мечтал без конструктов. Вот если бы моя жизнь могла пройти без идеологических конструктов, это было бы круто. Но я не знаю, я не знаю, насколько, так сказать. Я стараюсь всегда, если мне указывают, что у меня есть какое-то отклонение идеологическое, я пытаюсь над этим работать. Действительно, есть оно или нет. Может быть, оно правда есть. То есть, если мне на это указывают, я пытаюсь, начинаю включать механизм самообдумывания. Ну, вот, например, мне постоянно указывают, что у меня идеологический скос в то, что я терпеть не могу Запад и очень люблю нашу страну. Что нет никаких поводов так делать. И это мой идеологический скос. Но этот идеологический скос мне очень нравится, я его просто признаю, да, он есть. И все. Ну, как бы, с ним я его обработал. Я его не отрицаю. Ну, как бы, это патриотизм называется. То есть, это просто считать, что у нас телескоп немножечко повернутый, и, соответственно, русские, русские свою страну считают богуизбранной. Всегда. Просто, просто, иначе, ну, как бы, человек, который не считает Россию богуизбранной, он не вполне русский. На самом деле. Вот. При этом наши русские люди могут быть, там, сколь угодно этнически от нас отличаться. То есть, я там, я видел настолько фанатичных, ну, сто процентов кавказцев, которые с таким супер акцентом говорят, вот у нас, у русских принято так и так. И это во. То есть, ну, то, что надо. Ну, мы их записываем в русский сразу. Это очевидно, да. То есть, русский должен так считать. Ну, потому что иначе, если нет людей, которые так считают, если нет большинства, которые так считают, то и страны нашей нет. На самом деле, это просто место пребывания. Ну, а что, французы что считают иначе? Ну, наверняка. Или немцы? Нет. Да, понятно, да. То есть, это как бы только вот эти общечеловеки бегают и говорят, что границ нет. Ну, пожалуйста, нет, пусть они тоже будут. Ну, просто новая нация такая, называется общечеловек. Нормально, нормально. У меня друзей очень много таких. Я, кстати, не предъявляю им ничего. Да, я согласен с ними. Это у меня идеологический скос. А у них его нет в этом направлении. Они просто ищут, где лучше, где рыба, где глубже ищут. Они ищут, где лучше, в социальной жизни организованной прыгают от страны к стране, как кузнечики. Их право. Наше право строить нашу страну. Самую лучшую на свете. Все понятно, да? Ну, я куда-то ушел в другую сторону. Да, мне хотелось бы, не знаю, про науку. Да, про науку. Про какое-то вот чего, да, вот чем... Знание, область знания. Любое, любое, как бы, любой большой пласт знания, такой тяжелый, большой, ну, в который долго надо вникать. И который 20 человек, там, нормально подписывается, что это так и есть, и это нормальные люди, действительно, не шарлатаны. Видно по ним? Любое такое область знания, ну, как бы, она заслуживает быть в списке этого ВАГ. Понятно, да? Ну, да, там у нас получится огромный список. Да. Я бы, я за расширение. Я за расширение. Ну, а вот я боюсь, что вот этот критерий, что люди адекватные, он абсолютно неадекватный. Трудно проверяемый. Абсолютно адекватный критерий, потому что, да, если мы... Это очень трудно проверяемый критерий. Ну, в общем, математика есть... Я боюсь, что нет для него какого-то серьезного фундамента. Я думаю, что, возможно, вообще, если вот я буду, например, в Минобре главным, либо я скажу так, господа, я лично сейчас назначу несколько новых областей, посмотрев на людей. Ну, это такое очень самонадеянное, да, будет заявление. Либо я скажу, что, да, то, что я говорю, я в этом вполне уверен, но реализовать это на практике не выйдет. То, что есть, то пусть и будет. Ну, как бы, а то, что есть, уже будем чистить, как-то пропалывать, потому что уже в том, что есть, есть большое количество советов, которые просто существуют, потому что им платят. Ну, в общем, здесь вообще очень сложно все в науке. Нет никаких... Границ очень сильно размыты. Вот, когда ты отступаешь. Даже в математике непонятно, какую область выбирать для исследований. И это есть вопрос моды. Но там хоть, там вот, как бы на уровне Х, все уровни ниже Х, ты видишь, как с горы. Да? То есть, ты как бы вот два чувака А и Б. И каждый утверждает, что он круче другого. Но если ты С, и ты выше их обоих, ты видишь, кто из них на самом деле сильнее. А если ты Д, который под ними, для тебя они просто два друг с другом спорящих самца, альфа-самца. И все. И то же самое, кстати, про вот все войны, да, которые вот мы говорим, междуусобицы, междуусобицы. Вот я об этом думал. Я не знаю, кстати, вы согласитесь или нет. У меня такое впечатление, что на самом деле практически в любом конфликте кто-то реально был на самом деле прав, а кто-то нет. Но это напрочь забылось и ушло. Осталось только то, что они изо всех сил друг друга били. То есть, каждый раз на самом деле Богом была какая-то сторона помечена, как та, которая права. Но понятно, да, что я имею в виду, что во всех... Ну, если там посмотреть случай номер один в истории, ну там прав был Авель. А, ну вот да, прав был Авель, естественно, и он умер, да. И он умер на своей... Ну как, верим, что правда всегда победит, даже если погибнет в бою. Это, кстати, Андрей Вадимович Макаревич как-то спел. То есть, сторона, которая права, она совершенно не обязана побеждать, она может проиграть и умереть. Но она была права. И вот это... Ну, Борис и Глеб. То есть, это... И мне кажется, вот те конфликты, в которые я очень сильно вникал, в них всегда оказывалась какая-то сторона правой. А остальные были вот такими негодяями, вот реально негодяями. То есть, люди, которые там чувствовали их правоту и пытались объяснить всем, что правы на самом деле не они, а эти. Ну, то есть, в конфликтах, в которых я уникал, всегда была правая сторона и неправая. И это вот показывает, что мы, восприятие прошлого, во многом вот эти Д, которые ниже всех. И для нас это просто люди, которые друг друга бьют. Ну, как для коммунистов были, да, все религиозные войны для коммунистов. Это все был просто, ну, там, какой-то цирк с конями. Пришли, не весь что здесь устроили на Руси. Ну, не знаю, у меня нет такого ощущения, что... Каким-то Хазаром, какой-то Олег за что-то отмстил почему-то. И этот марксистский подход к старине давно применяется в нашей стране. И в вашей стране подойдет он вполне, поскольку вы в точно таком же... В стернах монастыря не буду говорить ничего. Александр Аркадьевич Галич. Вот это как бы отношение, да, как нас учили, что происходило на Руси, как нас учили в школе. Кстати, мое воцерковление началось с того, что я историю не мог. Я просто, я точно был уверен, что не так все было, как нас учат на истории. Я тоже никогда историю не понимал. Темные века, которые закончились в 1917 годом и стало светлое время, у меня вызывало, ну, максимум, просто смех. Ну, не более. Не, у меня просто с историей не сложились взаимоотношения. Преимущественно она была первым уроком, а мне надо было ехать до школы, и я ее прогуливал. А потом и дальше не сложилось. Но в любом случае, даже вопрос не в прогуливании, а в том, что мне все это, отчасти, наверное, это вот такое на подсознание было. Хотелось прогулять, потому что вот тебе рассказывают даты, даты, имена, имена, имена. И из этого делают вывод, что вот поэтому то-то и то-то. Для меня вот эти выводы были абсолютно нелогичными. Ну, кстати, ну, да, история... Вот, ну, мало ли там, вот... В истории коробочку не передать вообще. Да, там вот я не почувствовал этого вкуса, да, вот какого-то такого этого внутреннего ощущения, по которому можно понимать, что вот действительно события логичны, что мы должны были развиваться именно так, а не как иначе. Вот, ну, для меня... Боже, не вынесли на него ничего, но потом, потом, как я ее полюбил... Вот когда у меня 30, там, 32 где-то было, у меня был второй период возвращения в церковь, но уже по-другому, потому что второй период начался, наверное, с того... Ну, там были семейные неурядицы. В общем, у меня как бы второй период начался с того, что... Ну, как бы я серьезно стал перевосмысливать, что на самом деле я же церковной жизнью не живу. Ну, я православный, на мне висит крест, и все. Я всем говорю, что я православный, на мне висит крест. И то, крест даже я не всегда носил. То есть, я когда-то носил, когда-то не носил. Но там были некие истории чудесные, я вот рассказывал там отцу Андрею. Ну, в общем, были некие такие вот, были прям свидетельства, да. А еще я узнал, например, вот в какой-то момент, когда мне было 33 года, я узнал, что Серафим Саровский... К нему пришли, ну, к нему часто ходили люди, да. И вот как-то пришли к нему двое, и вдруг он немотивированно, агрессивно прогнал одного из них. И второй был в полном шоке, как, ну, старец святой, да, он всех принимает. И вдруг он прогоняет, и Серафим Саровский берет там, показывает, смотри, какой чистый родник. Видишь, как все видно, это наша Россия. А вот палкой берет вот так вот. Видишь, какая муть. Вот это он сделает с нашей Родиной. Это был декабрист. Декабрист, а нас учили, что это герой номер один. Декабристы боролись с проклятым царем, да. И тут такое. А для меня уже Серафим Саровский в это время, ну, понятно, все-таки величина почище, чем эти коммунистические лидеры гораздо. Я стал смотреть, а как же так, а как же остальные святые, как к этому вопросу относились. Если вдруг я вижу, что все наши сутарцы призывали монархию любить, уважать, вплоть до того, что, я не знаю, Иоанн Кронштадтский ему приписывают или нет фразу, вот это я не смог проверить точно, как бы, да. Про Серафима Саровского вроде как совершенно доподлинная история. А про Иоанна Кронштадтского либералы, друзья либералы в Москве прямо говорят, что это полная чушь, что они не нашли доказательств. Что Иоанн Кронштадтский говорил, что демократия в аду, она не обет царства. Была или нет? Фразу такая расхожая. Была или нет? Авторство, конечно, надо проверять. Ну и что он говорил, что Россия у престола просто Богородица стоит. Каждый русский должен об этом помнить. И тоже говорят, что вот мол, нет, этого просто не было. Ну, кто-то говорит, что вот он черносотинец, там такой весь. А кто-то говорит, что это просто не было. И интересно, да, интересно, но как это выяснить? После того, как пришли коммунисты, они просто переписали все. Ну, историю, которую мы изучали в школе, ну, это аккуратно составленная система баек. И я в какой-то момент просто это понял, что бессмысленно ориентироваться на какие-либо документы, которые заверены печатями красных. Ну, это просто абсолютно бессмысленно, потому что они все ложь. Ну, а сейчас, понятно, повылезали люди. Нет, не было никаких репрессий, говорят. Ну, какие там репрессии? Церковь отлично себя чувствовала, оказывается, в Советском Союзе. Представляете? Отлично. Вам амбары с зерном в лучшем случае, в психушке в худшем? Нет, в самом худшем просто нет, разрушено, взорвано. Отлично себя чувствовали. Но эти люди, они невежды, они читали историю по современным источникам, которые продолжают прекрасное, вечное дело Ильича, а именно все средства хороши, любое вранье годится, если у вас есть цель заморочить голову ради светлого будущего. Вот так. Замороченного светлого будущего, да. И историю я очень полюбил. Историю я полюбил, когда я увидел в ней картину. Вот эту вот картину того, как вся история, ну как бы для русского человека, вся история, она вьется вокруг русского государства. Ну и Торстников меня привил к этой точке зрения, и Торстников своими книгами. Я прочел все, ну там, кроме двух. А потом мне попался Солоневич, и я уже стал просто полным квасным патриотом, поротым совершенно, когда я прочел Солоневича народную монархию. Все, я думал, ну все, с историей я разобрался. Дальше уже только тонкости, как бы какие-то, да. Но это же область знания. Но в ящичке я ее не передам. Вот если я все это, что сейчас я вам сообщил, сообщу моему учителю Саше Шиню, он скажет, что этот ящик, его нужно в унитаз выкинуть и смыть. Ну вот, возвращаясь к ящичку, да, вот, как популяризатор математики, да, вот, как вы пытаетесь передать вот этот свой собственный опыт, когда вот, ну да, или там, или ты что-то вот аккуратненько складываешь в ящичек, да? Да. Отвернулся на минуту, возвращаешься, а там вот… Бардак. Нет, наоборот, наоборот. Если там, ну, ты отвернулся, да, а там вот как раз неостающая деталька, да, вот когда все сложилось. То есть, да, как это все, вот, технологии математических, да, технологии чудо, математического открытия, вот… К сожалению, я всем абсолютно говорю, что технология чудо – это оксюморон просто в самом своем определении, и, соответственно, нет рецептов, нету. Я только могу сказать, как мне удалось решить свою задачу, да. Как раз вот, да, чем интересны такие красивые и правильные, такие живые жития святых, да, тем, что вот если это реально описание личного опыта, да, то есть не означает, что ты можешь повторить, да, что-нибудь там, заберешься на стоп, поедешь в Сирию, заберешься на стоп и будешь там стоять, как преподобный Симеон Столбник, да? Не сработает, не сработает. Да, даже повторить опыт иных святых, которые шли в Рубашске впереди войска, и ни одна пуля в них не попадала, попробуй, повтори. Ну… Веры нашей не хватит, но я-то боюсь я. Да, ну, были, припованной Паисии приводят примеры, когда вот неправильно понявшие Евангелие люди, вот сразу крестившись, собирались идти по воде, и тонули. Да, не так-то просто это, не так-то просто Иисус пользовался какими-то пока не открытыми физическими законами природы. Что, в общем, само по себе очень странно формулируется, да? Да, 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 нет, это область для меня очень загадочная. Ну, хорошо, какие, ну, то есть, все равно есть, да, есть то, что духовная аскетика, да, все равно какие-то есть базовые вещи, которые там то делай, то не делай, да? Да, но вот вся эта шушера атеистическая, она скажет, что нет оцифрования ваших подвигов духовных, поэтому их и нет. Вы нам их не предъявили, ну, понятно, да, то есть, аскетика отличается от физики цифрования. У нас нет необходимости кому-то что-то предъявлять, это все, в первую очередь, там, взаимоотношения наши с Богом. Да, то есть, на самом деле, вопрос вообще, вот зачем я занимаюсь непрерывным спором с этими людьми, вопрос, зачем это мне делать, да? Нет, вопрос про то, что нет, все-таки вопрос про общие технологии, все же, все же, если технологии чудо нет, то, по крайней мере, как должно быть устроено рабочее место? Ну, рабочее место, да. Которое бы не помешало этому чуду произойти. Да, оно должно быть устроено так, что ты… 100 километров в неделю, я понял, один из рецептов. Ну, это один из рецептов, да, безусловно, что ты все время держишь тело в порядке. Я, кстати, совершенно согласен тут, если аскетика, если там очень много километров в день, это аскетика, наверное, это она, да? Да, она. То я ее чувствую, ну, как бы, я не знаю, можно ли доказать это, беря пробы из моей крови, но для меня это настолько очевидно, что не требуется доказательства. Ну, совершенно ясно, я не знаю, как передать это. Многократный опыт это подтверждает. Да, да, просто очень многократный опыт и все. Я не знаю, то есть, это как бы вот, но оцифровать я это не умею, но это факт, это первое, то есть, голова должна быть свежа. Голова свежа – это значит, что тело должно быть, ну, там, сильно умотанным. Правильным образом умотанным. Да, правильным образом умотанным. Потому что можно умотать так, что можно умотать, катаясь по кольцу в московском метро? Ну, тело ты так не умотаешь, нет, умотать, я даже не знаю, честно говоря, ну, вот умотать, как можно неправильно умотать тело. Нет, любая очень много раз повторена физическая нагрузка, скорее всего, умотает правильно, физическая, то есть, мышцам должно быть больно, что-то должно происходить в конце уже через силу, то есть, даже вот последние 60 километров 29 февраля, уже после сотни, когда уже сотню прошел, ну, конечно, дались в общем легко. Но все-таки к концу я пытался изо всех сил ускориться, просто чтобы хоть сколько-нибудь устать, иначе не сработает. То есть, тело должно чувствовать усталость, граничащую с болью. Вот что-то, как бы, переходящее, усталость, переходящая в боль. Исаак Сирин, с вами согласен. Согласен, да? Ну, он говорит, что вот если на молитве ты тело не утомил так, чтобы вот оно это все почувствовало, да, то плод твой неполноценный, да. Ну, вот какая-то, да. Афонские отцы говорят, да, там, клади поклоны до тех пор, пока у тебя не промокнет майка насквозь. А, да. Тоже такой... Да, но вот это первое, то есть, оно тут совершенно совпадает с религиозным, просто полностью. То есть, все должно быть, рассудок должен быть чист, потому что тело должно быть умотанным. После этого нужно взять и много раз подряд читать одно и то же. То есть, вот, как бы, я главные книги по математике, ну, там, по сто раз вычитывал, по сто, ну, пока я не понял, действительно, на зубок, да. Да, да, а что самое зачитанное? Ну, там, самое зачитанное первое, там, четыре главы, например, Айрланд Роузен, «Видение в теорию чисел», да, зачитан напрочь, там, Кострикин, пара глав, «Видение в алгебру», зачитан Зорич, «Несколько глав». Ну, вот, то, что зачитано напрочь, это очень мало. Реально, я знаю математику на зубок только до первого курса мехмата. Да, если нужно повторять, плавать, там, как-то уже плаваю, но зато эту я, ну, ночью, пожалуйста, вперед. И вот это, вот, как бы, должно произойти с задачей, которую ты решаешь. То есть, ты должен ее зачитать так, что, как бы, все углы, вот, как ты, ты ждешь гостя. Не еще, что я как-то перешел на «ты». Да, нормально. Ты ждешь гостя к себе. Что ты делаешь? Ты, как бы, вот, ну, ты… Убираешь стол. Ты убираешь стол, да? Накрываешь на него, как-то хорошо, да? Это, вот это, наверное, вот это вот 60 километров. А ты пыль убираешь отовсюду, чтобы не выглядело грязно. Вот это как раз ты в задачу так проникаешь, что все ее уголки тебе уже видны. И ты видишь, что вот не хватает того самого гостя, которого у тебя просто в данный момент нет. То есть, вот ты убрал комнату, она чиста, ты ждешь гостя, все, что ты знал про эту задачу без гостя, ты знаешь на зубок. И вдруг распахивается дверь, он говорит, а теперь я готов здесь, вот, для меня чай накрыт, все, тут чисто у тебя, хорошо. Вот, и ты все понял. Вот оно. Но это всегда извне, вот это вот понимание, все идет извне, все. Все оттуда. Откуда можно, каждый может… Ну, с религиозным, абсолютно, то же, стопроцентно, собственно, да, из того, что я знаю по книжкам. Приготовьешь, ты должен все приготовить, да, приготовься, да, многократно чтение Евангелия, многократное повторение одних и тех же молитв. Собственно, пост, поклоны и вот сновидение порядка внутри себя. И начинаю, начиная с крупных вещей, кончая мелочами. И, собственно, это последний, последний дюйм, как известно, самый сложный. Самый сложный. Потому что вот все… И еще, знаешь, как бывает, вот ты как бы уже готов, все хорошо. И вдруг ты слышишь голос. Подожди, я по другим гостям хожу. Я не всех посетил. Слышишь голос, просто понимаешь мозгом, что на самом деле ты задачу уже решил. В данный момент решения нет, но ты ее решил. Но оно через три дня у тебя будет, ну там через десять, неважно, когда, когда. Вот гость уже, гость точно придет, ты точно знаешь, что ты ее решишь. Вот такое бывает. Неоднократно у меня было, когда задачу, я уже понял до такой степени, что я точно знаю, что я ее решу. Но, как бы, подожди, гость говорит, подожди, я у других еще в гостях. Подожди, где-то это я слышал про шаманской практики было. У них очень, они очень любят, очень интересное взаимодействие с этой пограничной зоной. Очень интересное взаимодействие. Я в Иркутске долго жил, и там, там вот это, там, как бы, как говорил мой хороший друг, который был подвержен шаманизму, он говорил, ну, как бы, мы пока шаманы, потому что вы не везде церковь поставили. От церкви до церкви тысячи километров пустоты. Вот где церковь, там все понятно, там все упорядочено. А в остальных местах же дух, дух есть, духи есть. Ну, вот они, как бы, там вьются как-то. Я все пытался ему объяснить, что в Иркутске уже все построено нормально, ну, в самом Иркутске, да. В горах, может, еще нет, да. Но, в общем, мы все время... Не налоги какая, ну, хорошо. И он говорил, что там, вот, человек лечит сына, сын болен сильно, и видит, там где-то пробегает Господь. И он ему кричит, Господи, вы лечи сына своего. Он говорит, некогда, я спешу, на обратном пути вылечил. А он берет и призывает духов вокруг бегающих. И как-то их упрашивает вылечить сына. И Господь на обратном пути говорит, о, видишь, молодец, ты сам справился. Очень опасная штука, да? Там так объясняют. Круто, да? Круто и очень стрёмно. Идеологизировано. То есть, они категорически первую заповедь не хотят. Есть Боди, кроме... На всех же у Бога не хватает времени. Значит, мы берем этих. Ну вот, да. Первую заповедь. Самое страшное. Погружение Бога во время. Да, на самом деле. То есть, я как бы, ну, я там много с кем. Там есть разная степень. Там каждый священник как-то относится к местным. Для всех очевидно, что это все есть. Ну, очевидно, что это есть. Вопрос, как с ними настраивать отношения. Один очень строгий батюш сказал, никогда. Никогда. Все секают, ты не секай. Знаешь, что такое секать? Это водку все пьют и духом. Ты выходишь в море Байкал, на корабле, никто, ни один прожженный атеист не выйдет, не окрапив море. Просто нельзя. Ну, Байкал живой, он тебя потопит. И все так делают. Просто все. Наш, 21 века, так делают абсолютно все. Так просто нельзя не делать. И вот батюшка мне говорит, не делай. А другой батюшка в Иркутске, я не буду называть имен, просто чтобы на видео не было проблем ни у кого, да, с епархией местной. А другой говорит, да, все коней забудь. Зачем обижать людей? И вот так вот. Я до сих пор не знаю, как правильно православному христианину жить там, где буйство шаманства происходит, вот это шаманизм, а такое буйство реально. Есть книжка как раз про отца Косьму, который в Заире проповедовал, собственно, он пострижник Афона, и романах, и проповедовал в Заире. Как раз там вот очень тоже это все суперактуальная тема. И наверняка там все это на порядок более жестко, чем в Сибири. Да, они же там приговаривают к смерти, и человек умирает, как я слышал, да? Местный шаман может сказать человеку, умри, и он просто завтра умрет. Ничего не делают. Его не трогают пальцем. Ну вот как раз там много свидетельств о том, что вот действительно христианство, Христос от этих всех чар он избавляет, да? И на него надеяться... Да, да. Надеяться на него страшно, да? Но вот он надеяться никогда не посрамляет. И там действительно там буйны. И вот тут эти общины. И ну то есть такое там все очень серьезное противостояние получается внутри общества. Ну вот в Бурятии на самом деле, я бы не сказал, что это очень серьезно, но противостояние такое вот... Напряди такие имеются. То есть там вот... Ой, экскурсоводы ненавидят, когда вот вместе со всеми не поклоняешься этим стопом всем. Но там вот на экскурсии нужно обязательно вот это сделать, и это... Ну, я говорю, не буду. Ты оскорбляешь... Экскурсовод говорит, вы оскорбляете местное население и его нравы. А там нужно было... Вот нужно было как бы уступ, там некий ритуал сделать шаманский. Ну это уже что-то вообще. Ну как бы еще... Местное население оскорбляет меня, принуждает. Не хочется, не хочется. Я чувствую, что я не буду это делать. Я говорю, я не буду. Ну вы просто как бы фактически срываете мне экскурсию. В общем, там был такой заход. А на экскурсии было в основном были эти европейцы, которые ничего вообще ни о чем, не бум-бум. Но был один бурят. Я вам подошел и говорю, я по-своему как бы... Ну так как нам положено, прочту отче наш здесь. Ты не будешь обижен? Я говорю, у каждого свое. Почему я должен быть обижен? Я предъявил, что буряты экскурсоводшие. Я говорю, вот местный, он не обижен. Все, и прочел отче наш. Все, точка. Ну вообще там, да, там вот я чуть все эти семь лет я чувствовал, как идет реально продвижение, тяжелое продвижение христианства не по рельсам, а по болоту шаманских. Потому что здесь, в Переславле, когда сюда приезжаешь, здесь совершенно особенный воздух многовековой, земля русской святости. Тут множество святых. И там похожее ощущение у меня было на Соловках. И мне рассказывали просто на... Опять тоже, все равно это все тема этих самых экспериментов, да, и внутреннего ощущения. Знакомый какое-то время работал в Арабских Эмиратах и говорил, что вот там прочитать там утренние или вечерние молитвы это просто мега подвиг. Потому что вот такое ощущение, что ты вот пробиваешься сквозь холодные гадкие кисель. А вот с исламом по-разному бывает. То есть, например, в Дагестане, там мечеть, где я читал лекции. На Кавказе я приезжал как математик, и мне дали помолиться в мечети просто. Вот. И есть Алаверды, потому что, значит, вот храм... Храм на Альхоне. Вообще Альхон вместо шаманской силы. Главный там, главный шаман живет в пещере, что-то такое, в общем, там... Ну, как бы, понятно, да? Вот. И в этом месте теперь стоит церковь. На самом видном месте колокольный звон слышен на... Ну, полбайкала не бывает, но там типа на 20 километров вокруг. 20-30 километров вокруг слышен. Колокольный звон из этой церкви. Сергей Еремеев, который ее... Даже я его знаю, я с ним общался. Серьезно, что ли? Ну, по фейсбуку как-то с ним коротечко переписывались. Ну вот, он рассказывал, как этот храм поставил? Нет, детали я не знаю. То есть такое, знакомство шапошное. Уже женщина умер муж, и ей было видение, продай квартиру и построи храм на Альхоне. В наше время, в 99-й год. То есть, как бы, эти вещи, да? Ну, понятно, атеисты скажут, что ей приснилось дальше, она зачем-то стала действовать, какие-то безумные вещи делать, да? Но мы-то понимаем, что это ровно в продолжении традиции. Что так оно и случалось очень много раз в других местах. И построили храм, и еще им грозили, что на Альхоне, в этом месте шаманской силы, вам не дадут, все равно они как бы его разрушат. Никто ничего не разрушил. Строили храм мусульмане, кстати. Как часто бывает в наше время. Как там БГ, да? Турки строят малижи и Святой Руси за полчаса, да? В общем, мусульмане часто строят храмы. Для меня это совершенно никаких проблем нет. Потом же батюшка осветит, засветит. Ну, сейчас с чистой душой, если они строят это, с чистой душой, это все хорошо. Ну, и вот он пускал их туда молиться. Ну, в смысле, намаз делать. Пускал. Коррик стелил, разрешал. Вот, и ничего. Но там как бы этих самых буддистов не пускал. Есть разница. Там все тонко, я до конца не понимаю, но там все тонко. Со славным отношениями одни, а с шаманизмом и буддизмом другие. Я для себя их так... Вот для себя у меня такая лестница, да? Лестница отхода, как бы... Ну, допустим, мы берем католиков, да? Ну вот, я уже не могу... Я не могу об этом рассуждать, да? Но я подозреваю, что католики все-таки... Вряд ли это... Ну, как бы, вряд ли им закрыты ворота рая. Ну, берем среднюю температуру по католикам, да? Ну да, ну, вряд ли. Наверное, там богословие, можно что-то доказать, да? Но как бы, как люди, которые молятся, ходят... Вот, потом идет, значит, ислам для меня. То есть, я знаю очень много чистых сердцем абсолютно мусульман. Мне невозможно себе представить просто, что они не попадут в рай. Ну, вообще просто невозможно. То есть, там, наверное, просто им объяснят, что они не тому молились, но это неважно. Ну, в общем, я не могу этого себе представить. Дальше идет шаман, саманизм. Потому что такие вот люди, которые вот лес, в лесу разговаривают с лесом, там, правильно ли я убил этого кабана, спрашивают, а не лесного духа. А он говорит, неправильно, я тебе дам подзатыльник, если ты еще раз его так убьешь. Убивать кабана надо правильно. Это в Иркутской истории, я думаю, все. Вот, но человек тоже, в общем, он, как бы, на самом деле, он чист, он просто не видел Христа никогда. Дальше уже идет буддизм, это, по-моему, хуже. То есть, такая, как бы, шаманизм, из которого сляплена какая-то квази-система такая, но она уже совсем, то есть, у меня это вообще уже, я прям чувствую, как это не то, уже совсем не то, да? Ну, а дальше уже, там, все остальные, все остальные секты, там, всякие. А, ой, у меня для евреев места не нашлось. Для благочестивых атеистов. Да, для благочестивых атеистов, я думаю, что это то же самое, что с исламом. А вот для евреев это очень интересно, потому что они, как бы, ну, они в сторонке, да, совсем всего этого, да, находятся там. Настолько я не понимаю, настолько не понимаю, что даже и судить не берусь. Ну, вот я и про остальных тоже не понимаю. Ясно, да, ясно. Ну, это схема, которая, как я ни на что не претендую в ней, я так просто для меня. Ну, да, так, схема построена на случайной выборке, да. Моя личная схема построена по случайной выборке людей, с которыми я общался, и все, да. Но при этом, как бы, с евреями я общался очень много, но понять так ничего я не смог. С евреями иудеями, да? Да, иудеями, да. Ну, понятно, да, даже с иудеями я общался очень немало. С евреями я каждый день общаюсь в большом количестве. А вот с иудеями я общался, в общем, немало, мне было интересно, я задавал им вопросы уточняющие. Ну, там один мой друг, старший товарищ, мы с ним постоянно переписываемся, практикующий иудей. Вот, и не понимаю, то есть их аргументация мне ясна, мне ясна. То есть они как бы, они всегда объясняют, почему именно так должен был сделать там Пути Пилат, почему именно так вот то происходило, почему именно так у них это происходило. Сомнения до конца, да? Аргументация ясна. Но я не могу ее принять, эту картину, я принял другую. Я принял, что Иисус был Мессией, и это была большая ошибка для них. Ну, вот как бы, тут на поле битвы интеллектуальной уже очень трудно. Ну, а тут как раз этот поле битвы, оно далеко не в первую очередь интеллектуальное. Вот, видимо, да. Потому что, да, и основное правило риторики не побеждает в споре не тот, у кого аргументы самые сильные. Фактически спор все равно происходит ради слушателей, да, побеждает, как ни странно, в споре тот, на чьей стороне большее количество слушателей. А, ну вот, ну, здесь, конечно, есть еще эта история, это, опять-таки, житейная, да, про волхва, который с князем спорил, и князь ему говорил о том, что все, ты врешь, волхв, да, и вот расскажи, что ты будешь делать завтра. Вот завтра историю то или другое чудо. Князь достал меч. И убил его. И убил, да. Аргумент очень сильный оказался, да, был, оказался лжецом. Да, 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 да. Как будто из-за такой страны спорта. Да, правда, 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 конечно, победит, даже если поделит в бою. Мне очень нравится эта аналогия вообще. Вот Макаревич чувствует многие вещи очень тонко и правильно. Мне ужасно жалко, что он как-то зачем-то принял не ту сторону событий 14-го года. Я не очень его понимаю, но я как бы, я уважаю его позицию. Ну, что-то, что-то из его жизни склонило его принять ту сторону конфликта. Ну, что делать? Мне с этим приходится жить. Да, ну, на самом деле, с поэтами, да, вот тоже штука, которая касается понимания. Вот, наверное, ну, последний пункт это затронем. Да. Потому что вот поэзия, да, и, не знаю, да, вот тоже есть и богослужебная поэзия, да, как раз это тоже, ну, то есть тот способ отчасти познания мира, да, вот какие-то штуки ты чувствуешь, не можешь их выразить прозой, да, вот у тебя в голове какие-то возникают... Ну, вот, да, какой-то возникает там система противоречивых образов, да, которые ты вот соединяешь воедино, и ты понимаешь, что вот в этой системе, да, вот она, она через неё ты выражаешь своё понимание, которое как-то ты чувствуешь, да. Это такая очень специфичная коробочка, да, которая тоже вот очень легко разрушается при передаче. Да, вот ты сконструировал какой-то прекрасный стих, да, в котором тебе кажется, да, что всё-всё понятно, да, и вот ты... создаёшь ту самую атмосферу, да, ты её передаёшь, ну, вот она в каких-то случаях... Развалилась, да. В каких-то случаях, да, передалась, в каких-то случаях развалилась на ходу, ну, и вдобавок ещё может быть такая история, что эта коробочка не является для тебя как бы зеркалом, в которое ты можешь посмотреться, простите, вот за такую вот сложную конструкцию. Ну, вот про то, что ты можешь понимать очень глубокие вещи, как надо действовать и жить, и как всё устроено в мире. А, на самом-то не делай. То есть, да, сам так не делать, и вот и по поводу самого себя абсолютная слепота. Да, вот про, не знаю, вот про Ива Николаевича Толстого, какие-то такие вещи тоже, ну, тоже читал. Зеркало русской революции, не смогло посмотреть на себя, вот, и это тоже такой важный такой момент, когда ты какие-то вещи, ну, опять же, да, это возвращаясь к математикам и математике, да, ты чувствуешь, ты сам чувствуешь эту прекрасность, которая внутри коробочки, да, и что надо поступать правильно, да, и идёшь там тут же это самое, мухлюешь, и вот понимаешь, как действуешь, как тебе выгоднее. Вот такие штуки, наверное, они... То есть, вопрос в том, что это всё не мозгом решается, да, а, в первую очередь, там, сердцем. Сердцем, да. Ну, вот это, кстати, история такая, да, то есть, я постоянно чувствую, что я сам на грани, да, то есть, я как бы вот, ну, я вроде служу, да, я служу, ну, России служу, да, своими лекциями, да, вроде так, но потом вдруг какой-то момент оказывается, что я готов прийти, очередь не стоять, я приду вперёд и скажу, я же служу России, пропустите меня без очереди, да, а в другой раз я возьму себе вообще самое лучшее место на кровати, вот здесь лягу, на самое лучшее, скажу, потому что я служу России. И где эта граница, где я должен остановиться и сказать, слушай, ты что делаешь-то? Ты, конечно, служишь России, но ты вообще-то в ад направляешься таким образом. Ну, понятно, да, в какой-то месте надо просто сказать, стоп, всё, валяйся на полу, возьми под голову этот драный тюфяк. Да, то есть, я думаю, что на этом слове стоп можно и остановить. Надо потом продолжить. Спасибо огромное, спасибо.